Всем приветствую! Очень приятно вас всех здесь видеть. Сейчас я полный экран включу. На третьей части нашего мероприятия мы поговорим про НДФЛ, про страховые взносы в небюджетные фонды. Тем более хочется сказать, что и 2020 год, и 2021 год у нас такой очень полон различными изменениями в 23 и 34 главу Налогового кодекса. Начнем с страховых взносов. Страховым взносам у нас посвящена 34 глава Налогового кодекса. Еще с 2017 года страховые взносы отдали на администрирование налоговым органам. Честно сказать, каждые 5-6 лет почему-то передают, то отдают на администрирование фондам, то возвращают в налоговую инспекцию. Но вот уже с 2017 года администрируют налоговую инспекцию, соответственно, и проводят контрольные мероприятия по порядку, уплате, начисления страховых взносов в небюджетные фонды. Хочу вам напомнить, что объектом для начисления страховых взносов у нас является вознаграждение в рамках трудовых отношений, а также в рамках гражданско-правовых отношений на выполнение работ, оказание услуг по договорам авторского заказа в пользу авторов. Ну и так далее. Там еще есть тоже объекты. Хочется сказать, что если нет никаких договорных отношений с физическим лицом, то, соответственно, нет объекта для начисления страховых взносов. Ставки тарифа страховых взносов у нас установлены статьей 425 налогового кодекса. Общая ставка у нас, соответственно, ну, скажем так, 30%, но для пенсионный фонд 22% в пределах предельной величины и свыше предельной величины 10%. Фонд обязательного социального страхования на тариф страховых взносов 2,9%, в пределах предельной величины, свыше предельной величины у нас, соответственно, фонд социального страхования уже ничего не перечисляется. И на обязательное медицинское страхование 5,1%, причем никакой предельной величины, соответственно, не установлено. Согласно 427 статье налогового кодекса для некоторых категорий платежников страховых взносов установлены льготные тарифы. Например, для IT-компаний у них общий льготный тариф 14%. Но если мы обратимся к 2021 году, то 1 января 2021 года для IT-компаний начнут действовать еще более низкие тарифы страховых взносов. Обратите внимание, пенсионный фонд всего 6%, на обязательное медицинское страхование 0,1%, соответственно, и на обязательное социальное страхование 1,5%. То есть общий тариф 7,6%. То есть практически почти в два раза снизили тарифы страховых взносов, соответственно, для IT-компаний. Но это, скажем так, такой большой прогресс, причем без всяких переходных периодов. То есть это изменение внесли в налоговый кодекс. Обратите внимание, что с 1 апреля этого года, 2020 года, для организаций, которые включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов к вознаграждению, превышающую минимальный размер оплаты труда. Но вот обратите внимание, минимальный размер оплаты труда у нас 1 января 2020 года 12 130 рублей. Поэтому к сумме вознаграждения ежемесячного каждого застрахованного, превышающего 12 130 рублей, применяется пониженный тариф страховых взносов. 10% на обязательное пенсионное страхование и 5% на обязательное медицинское страхование. На обязательное социальное страхование вообще 0%. Причем данная норма будет действовать не только до конца 2020 года, а внесены изменения именно в налоговый кодекс, в частности в 427 статью налогового кодекса. Поэтому для организаций, которые включены в реестр малого и среднего предпринимательства, вот эти пониженные тарифы сверх минимального размера оплаты труда будут применяться и с 1 января 2021 года и на неопределенный срок. То есть сроки никакие, соответственно, не определены. Хочется сказать, что минимальный размер оплаты труда у нас ежегодно устанавливается с 1 января каждого календарного года в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения на предшествующий календарный год. Ну, если мы будем говорить о прожиточном минимуме трудоспособного населения на второй квартал 2020 года, то, соответственно, он составляет 12 392 рубля. Поэтому с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда будет 12 392 рубля, если правительство Российской Федерации не изменит методику порядка определения минимального размера оплаты труда. Хотят установить методику иную, чтобы минимальный размер оплаты труда зависел не от прожиточного минимума трудоспособного населения, от средней заработной платы. И если, соответственно, утвердят новую методику, то минимальный размер оплаты труда будет немножечко побольше. Но пока только данный законопроект принят только в ноябре этого года в первом, соответственно, чтении. Поэтому ориентируемся на 12 392 со следующего года для применения пониженных тарифов и страховых взносов. Обратите внимание, Федеральная налоговая служба разъяснила о том, что вот эти пониженные тарифы страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства применяются независимо от вида деятельности. То есть нам не важно, какой вид деятельности. Главное, чтобы страхователь был включен в реестр малого и среднего предпринимательства. Более того, почему-то до сих пор задают вопросы по поводу страхователей, которые работают на неполную ставку. Страхователи, которые работают в удаленных районах севера. К их зарплате переменяются районные коэффициенты, процентные надбавки. Если страхователь работает у страховщика на основную ставку и еще на условиях внутреннего совместительства. Как применять вот этот пониженный льготный тариф страховых взносов к вознаграждению, превышающий минимальный размер оплаты труда? Хочется сказать, что Федеральная налоговая служба проинформировала, что вот этот МРОД является фиксированной величиной. И он применяется к общей сумме вознаграждения застрахованного лица. Соответственно, в пределах МРОД, соответственно, тариф общий применяется. И свыше МРОД, соответственно, уже льготный пониженный тариф 15%. Но хочется еще пояснить, что у нас на самом деле застрахованно относятся не только работники, которые работают по трудовым договорам, а также, если получают вознаграждение в рамках гражданского правового договора на выполнение работ, а оказание услуг. Поэтому имейте в виду, что у нас общая сумма вознаграждения в месяц. К МРОД обычный тариф сверх минимального размера оплаты труда, соответственно, пониженный льготный тариф. Но имейте в виду, что если организация применяет пониженный тариф и еще более пониженный, то, естественно, на них это не распространяется. По поводу включения страхователей в реестр субъектов малого предпринимательства и исключения субъектов малого предпринимательства. Федеральная налоговая служба еще в апреле 2020 года разъяснила, что в том месяце, в котором страхователь будет включен в реестр малого предпринимательства, среднего предпринимательства, он уже с того месяца имеет право применять пониженные тарифы. Ну и обратная ситуация с того месяца, в котором исключен, уже теряет право на применение пониженных тарифов страховых взносов. Обратите внимание, когда вы включены в реестр, на всякий случай перепроверяйте, вы до сих пор находитесь в реестре или нет. А то, может быть, вас исключат, вы не знаете, до сих пор применяете пониженные тарифы страховых взносов. У нас для организаций, в которых работают работники, которые имеют право на досрочное назначение пенсии, то есть льготники, льготники, соответственно, к вознаграждению таких застракованных работников, которые имеют право на досрочное назначение пенсии, применяется дополнительный тариф в пенсионный фонд. Причем, не путайте, дополнительный тариф в пенсионный фонд, ой, извините, пожалуйста, меня слышно? Я никак не ожидала такого исхода. Причем, те организации, которые имеют право на дополнительный тариф в пенсионный фонд, соответственно, не будут освобождаться за второй квартал, соответственно, организации, которые из наиболее пострадавших отраслей, не будут освобождаться от дополнительного тарифа в пенсионный фонд, как и организации малого и среднего предпринимательства за второй квартал, соответственно, из наиболее пострадавших отраслей. То есть, напоменяю, согласно федерального закона 172 ФЗ, организации из субъектов малого и среднего предпринимательства, из наиболее пострадавших отраслей, имеют льготные тарифы, нулевые тарифы по страховым взносам. Но от дополнительных тарифов в пенсионный фонд они освобождаться не будут. Причем, почему-то чиновники своим письмом разъяснили о том, что вот это снижение тарифа страховых взносов на дополнительное социальное страхование приведет, соответственно, к снижению социальных гарантий застрахованных. Ну вот я, наверное, с этим не совсем согласна. Почему? Потому что те, которые из наиболее пострадавших отраслей с нулевым тарифом за второй квартал 2020 года, соответственно, на их лицевой счет никаких страховых взносов в пенсионный фонд не упадет. И, соответственно, они, с моей точки зрения, тоже будут, у них тоже будут снижаться, ну, скажем так, социальные гарантии. То есть никаких баллов для пенсии накоплено не будет. Идем с вами, соответственно, дальше. Я говорила о том, что страховые взносы в пенсионный фонд и, соответственно, фонд социального страхования начисляются в пределах предельной величины. Обратите внимание, в 2020 году предельная величина на обязательное социальное страхование 912 тысяч рублей, на обязательное пенсионное страхование 1 миллион 292. И ежегодно, ежегодно, вот эти предельные величины у нас, соответственно, индексируются в зависимости от роста средней заработной платы. У нас, конечно, час тишины. Очень странно, что с 13 часов свет, поэтому извините, пожалуйста, еще раз, слушатели. С 2021 года предельные величины, естественно, с учетом роста средней заработной платы увеличиваются. На обязательное социальное страхование предельная величина составляет 966 тысяч рублей. На обязательное пенсионное страхование 1 миллион 465 тысяч рублей. Это основной тариф. И свыше 1 миллион 465 тысяч остается у нас 10 процентов, соответственно, в пенсионный фонд. Какие у нас разъяснения в отношении начисления страховых взносов произошли в 2020 году? На необычные, нестандартные различные компенсационные выплаты. Ну, вот хочется сказать по поводу расходов на лабораторные исследования по COVID-19. То есть, если компания заключала договор с медицинским учреждением, с лабораторией, и работники сдавали там лабораторные исследования по тестированию на COVID-19, то на данную сумму начислять страховые взносы, соответственно, не нужно. Либо если это тестирование проводилось в рамках договора добровольного медицинского страхования, то тоже в этом случае, соответственно, страховые взносы начислять не нужно. А вот если работодатель компенсирует работникам расходы на тестирование, то есть на лабораторные исследования по COVID-19, то, к сожалению, на данную сумму компенсации необходимо начислить страховые взносы в небюджетные фонды. То есть, в 422-й статье налогового кодекса, выплата которой освобождается от, соответственно, страховых взносов, в данном перечне такие компенсации не перечислены. Дальше. Что новенького с 2021 года? С 1 января 2021 года вступит в силу еще один подпункт, соответственно, в статье 422 налогового кодекса. Напомню, что 422-я статья налогового кодекса – это, соответственно, выплаты, на которые не начисляются страховые взносы в небюджетные фонды. Так вот, с 2021 года в случае, если выполняются работы в рамках гражданского правового характера и лицо застрахованное, которое выполняет работы, несет расходы в связи с выполнением этих работ, то на такие расходы, на компенсацию расходов, если страхователь их компенсирует, не начисляются страховые взносы в небюджетные фонды. То есть в любом случае, либо работник, ну, то есть вот это лицо застрахованное, которое выполняет, соответственно, работу в рамках гражданского права характера, предоставляет документы, подтверждающие расходы, либо если напрямую, соответственно, заказчик, скажем так, компенсирует данные расходы, соответственно, данная сумма компенсации не будет облагаться страховыми взносами. Поэтому, когда заключаются договора гражданского правового характера, конечно, желательно отдельно выделять сумму вознаграждения на выполнение работ, оказания услуг и, соответственно, отдельно выделять компенсационные расходы, которые должны быть документально подтверждены. На самом деле и раньше чиновники Минфина такой позиции притерживались, теперь это будет четко закреплено в 422-й статье, соответственно, налогового кодекса. Страхователи обязаны ежеквартально отчитываться по начисленным суммам вознаграждениям и начисленных страховых взносов во внебюджетные фонды. Это статья 431 налогового кодекса. Причем отчетность необходимо предоставлять не позднее 30-го числа месяца следующего за отчетным периодом. Ну вот по итогам 2020-го года расчет по страховым взносам необходимо предоставить не позднее 1 февраля 2021 года, так как именно 30-е число совпало с выходным днем. Поэтому имейте в виду, что необходимо предоставить расчет не позднее 1 февраля 2021 года. В связи с тем, что у нас было введено в течение 2020 года льготные тарифы по страховым взносам в внебюджетные фонды, соответственно, и расчет по страховым взносам изменился. То есть приказом Федеральной налоговой службы от 15 октября 2020 года утверждены новые, то есть внесены изменения, соответственно, в расчет по страховым взносам. Ну в новой форме будут предусмотрены отдельные листочки для кодов тарифов 20. Это у нас те, которые освобождены на второй квартал от страховых взносов. 21 это как раз таки касается для малого и среднего предпринимательства, которые свыше МРОД к вознаграждению имеют право на пониженный тариф и на льготный тариф 15%. И 22 это отдельный код для IT, соответственно, компании. Ну и новые коды категории застрахованных лиц тоже, соответственно, внесены. Поэтому обратите внимание на изменения. Хочется сказать, что с 1 января 2021 года ежегодный отчет о средней списочной численности отменен. Он будет входить в состав расчетов по страховым взносам. Это начиная с первого квартала 2021 года. И тут страхователи уже начали задавать такие, я бы сказала, интересные вопросы. А если у работодателя работают только внешние совместители, соответственно, согласно порядка расчета средней списочной численности, внешние совместители не участвуют. Ну поэтому получается, что когда будете составлять расчет по страховым взносам в данном поле, где необходимо будет указать средней списочную численность, соответственно, у вас будет прочерк, то есть ничего ставить не будете. То есть тоже обратите на это внимание. То есть за 2020 год отчет о средней списочной численности пока предоставляете, а начиная с 2021 года, соответственно, это будет в составе расчета по страховым взносам. Видите, законодатели, скажем так, сокращают количество форм отчетности по возможности. Ответственность за непредоставление в установленные сроки расчета по страховым взносам. Ну вот с 2018 года внести изменения в статью 76 налогового кодекса. Если страхователь задержится с предоставлением расчета по страховым взносам налогового органа в течение 10 дней, то, соответственно, контролирующий орган, то есть налоговая инспекция, будет иметь право приостановить операции по счетам. Поэтому имейте в виду, что своевременно необходимо предоставлять отчетность. Налог на доходы физических лиц. Ну вот здесь более обширные изменения, соответственно, которые коснутся налоговых агентов, начиная с 2021 года. Ну и поговорим еще о 2020 году тоже, какие произошли, ну не произошли, что нам чиновники разъясняли по, соответственно, тем или иным доходам в пользу налогоплательщиков. Напомню, налога на доходы физических лиц у нас посвящена 23 глава налогового кодекса. Согласно 207 статье налогового кодекса, плательщиками налога на доходы физических лиц являются сами физические лица, причем как резиденты Российской Федерации, так и не резиденты Российской Федерации. Но так как физические лица, как правило, в большинстве получают доходы от организаций российских либо индивидуальных предпринимателей, то, соответственно, сами они не исчисляют и не уплачивают налог на доходы физических лиц, а это возлагается на налоговых агентов. То есть налоговые агенты автоматически выступают налоговыми агентами у налогоплательщика, как только, соответственно, выплачивают доход в пользу налогоплательщика. Никаких, соответственно, заявлений, никаких условий трудового гражданского права договора делать не нужно. То есть организации автоматически выступают в качестве налоговых агентов. Ставки налога на доходы физических лиц у нас, наверное, я бы сказала, две основные ставки. Согласно 224 статье Налогового кодекса, 13% для резидентов Российской Федерации и ставка 30% для нерезидентов Российской Федерации. Напомню, как определяется статус налогоплательщика. Пункт 2 статьи 207 Налогового кодекса. Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации в течение 12 следующих подряд месяцев не менее 183 календарных дней. Причем, обратите внимание, резидент или нерезидент определяется на каждую дату выплаты дохода. То есть вот этот расчетный период, из которого определяется резидент или нерезидент, скажем, такой, я бы сказала, плавающий. То есть на каждую последнюю дату месяца мы определяем для всех налогоплательщиков, являются они резидентами Российской Федерации или не являются резидентами Российской Федерации. Применительно к налоговому периоду 2020 года, так как, видимо, многие налогоплательщики налога на доходы физических лиц не по своей воле не смогли вернуться на территорию Российской Федерации, то порядок определения резидентства изменен. То есть в течение 2020 года, конкретно на 31 декабря, соответственно, 2020 года, резидентами являются также налогоплательщики, которые находились в Российской Федерации не только больше 183 календарных дней, а также те, которые находились от 90 до 182 календарных дней. И, соответственно, к их доходам применяется ставка 13%. Но, чтобы признать себя резидентом, если находился на территории Российской Федерации от 90 до 183 календарных дней, необходимо подать заявление в налоговую инспекцию не позднее 30 апреля 2021 года. То есть таких налогоплательщиков признавать налоговыми резидентами будет не налоговый агент, то есть подсчитывать количество календарных дней нахождения на территории Российской Федерации, а именно будет признавать налоговый орган. И вот в своем письме от 28 сентября 2020 года, обратите внимание, они рекомендовали форму такого заявления. То есть она, ну, как у нас правило, все формы заявлений в основном рекомендованы. Поэтому, если есть такие налогоплательщики, которые задержались, например, по каким-либо причинам за пределами территории Российской Федерации, и если налоговые агенты, соответственно, удерживали налог на доходы физических лиц по ставке 30%, то могут обратиться в налоговую инспекцию, и, соответственно, их доход, облагаемый, который был обложен налоговым агентом по ставке 30%, пересчитается на ставку, соответственно, 13%. Как правило, у налогоплательщиков возникают вопросы, ну, собственно, как и у налоговых агентов, а какие же документы необходимо предоставить, чтобы физическое лицо налогоплательщик был признан налоговым резидентом? Ну, вот чиновники в своих письмах, например, письмо Минфина от 23 мая 2018 года, говорят о том, что вот некого такого перечня, соответственно, нигде, ни на каком уровне не утверждено. И они говорят о том, что на основании любых документов, оформленных в установленном порядке, которые позволяют установить количество дней фактического нахождения на территории Российской Федерации. Ну, скажем так, регистрация по месту жительства не является таким документом. Соответственно, какие-то еще иные документы, билеты туда-сюда-обратно, ну, тоже, наверное, не совсем являются. Ну, с моей точки зрения, наверное, самый лучший документ – это все-таки загранпаспорт, в котором есть отметки о пересечении, соответственно, границы. Самый такой реальный документ, на основании которого необходимо, можно подтвердить, соответственно, нахождение на территории Российской Федерации. Причем еще в 2013 году Минфин разъяснил, если налогоплательщик, физическое лицо не предоставляет запрашиваемые документы, то налоговый агент вправе применить к доходам этого физического лица ставку налога на доходы физических лиц от 30%, то есть для нерезидентов. И, соответственно, это же не только иностранных граждан касается, это касается и граждан Российской Федерации, потому что в налоговом кодексе, в частности, в 23-й статье налогового кодекса, у нас понятие резидентства, то есть у нас не притягивается к статусу физического лица иностранец или, соответственно, россиянин, а именно определяется резидент или нерезидент, то есть нахождение фактически на территории Российской Федерации. Есть налогоплательщики, которые имеют, я бы сказала, льготную ставку независимую от резиденции, то есть к их доходам всегда применяется ставка как для резидента 13%. Ну, во-первых, кто это такие? Это иностранцы, которые осуществляют трудовую деятельность на территории Российской Федерации на основании патента, то есть с первого дня пребывания на территории Российской Федерации к их доходу применяется ставка налога на доходы физических лиц 13%. Обратите внимание, только к доходу от осуществления трудовой деятельности. Если вдруг налоговый агент компенсирует проживание такому работнику, то есть снимает квартиру, питанию, там каких-то социальные гарантии оказывает, то такие доходы данного налогоплательщика будут облагаться в зависимости от того, резидент он или не резидент. И только доходы от трудовой деятельности, независимо от статуса, облагаются по ставке 13%. То же касается и иностранцев, которые имеют статус высоко квалифицированных специалистов. К их доходу тоже независимо от того, резиденты они или не резиденты, применяется ставка налога на доходы физических лиц 13%. Есть еще у нас граждане, прибывшие из стран Евразийского экономического союза, то есть это белорусы, армяне, киргизы и казаки. К их вознаграждению тоже с первого дня по найму облагается доход по ставкам, предусмотренных для налоговых резидентов. Это с 2014 года. Хочется сказать, что данная норма несколько раз пересматривалась нашими чиновниками. И вот в конце 2019 года подтвердилась, скажем так, позиция Конституционного суда 2015 года. Получается, что вот эти иностранцы из Евразийского экономического союза, если до окончания налогового периода, то есть до 31 декабря, не приобретут статус резидента, то их доход необходимо пересчитать по налоговой ставке 30%. То есть какой, в принципе, можно сделать, скажем так, вывод? Если вот эти иностранцы из Евразийского экономического союза въехали на территорию Российской Федерации во второй половине года, то есть они, в принципе, не смогут приобрести, соответственно, статус резидента. Их доход необходимо облагать по ставке 30%. Но чиновники своим письмем в этом году еще дали разъяснение. Если, например, иностранец въехал на территорию Российской Федерации из Евразийского экономического союза, соответственно, в первой половине года, соответственно, налоговый агент применял ставку как для налогового резидента 13%. И если он уволился до окончания налогового периода, то, соответственно, налоговый агент не должен производить никаких расследований, то есть приобрел этот иностранец статус резидента или не приобрел до конца налогового периода. И никаких, соответственно, перерасчетов в этом случае делать не нужно. Ну вот у нас как раз сейчас декабрь месяц и к налогу на доходы физических лиц определение статуса налогоплательщика необходимо, ну, скажем так, пристальное внимание. То есть все налогоплательщики, которые могут выпустить статус резидента, либо наоборот приобретают статус резидента, соответственно, в декабре месяце нужно правильно переменить ставку налога на доходы физических лиц. И если нужно, если необходимо, пересчитать доход до декабря был, который получен, в зависимости от резидентства. Если окажется на 31 декабря нерезидентом, то, соответственно, применить ставку 30%. Если резидентом, то, соответственно, 13%. Начиная с 2021 года федеральным законом от 23 ноября 2020 года номер 372 ФЗ вынесены изменения в налоговый кодекс. Теперь с 2021 года, начиная к доходу налогоплательщика, превышающего 5 миллионов рублей, будет применяться повышенная налоговая ставка 15%. Обратите внимание, к доходу не превышающего 5 миллионов рублей, то есть в пределах 5 миллионов рублей 13%, свыше 15%. Но вот эта повышенная ставка налога на доходы физических лиц не будет применяться к доходам от продажи любого личного имущества, кроме ценных бумаг, то есть, соответственно, там будет всегда применяться ставка 13%. Полученное в дар имущества, кроме ценных бумаг, тоже по ставке 13%. А также страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Если вдруг налоговый агент по каким-либо причинам неправильно применит ставку, то есть в течение первого квартала 2021 года, то есть, например, будет доход больше 5 миллионов рублей, ну, какие доходы, наверное, дивиденды могут оказаться, да, уже в первом квартале в пользу налогоплательщика свыше 5 миллионов рублей. То есть, если все-таки неправильно налоговый агент применит ставку, то штрафы и пени применяться в этом случае не будут. Главное успеть заплатить по повышенной ставке налог на доходы физических лиц до 1 июля 2021 года. Более того, налоговые агенты, которые выплачивают доход налогоплательщику разный, то есть, ну, например, дивиденды, доход в виде выигрыш, полученных участниками азартных игр, по аберрации с ценными бумагами, а также доход в отношении, ну, то есть заработная плата, отпускные премии и так далее, то, что выплачивается в рамках трудовых отношений, либо гражданско-правых отношений, налоговые агенты имеют право вот эту повышенную ставку применять не в совокупности со всего дохода, а отдельно по каждому виду дохода. Причем это, скажем так, переходный налоговый период, и вот эту отдельно совокупную сумму дохода по разным видам дохода можно применять только в 2021-2022 году. Уже с 2023 года налоговые агенты, которые выплачивают в пользу налогоплательщика разные виды доходов, должны будут, соответственно, определять совокупный доход по всем видам доходов и применять, соответственно, повышенную ставку налога на доходы с физических лиц свыше 5 миллионов рублей. Приказом Минфина от 12 октября 2020 года уже, соответственно, предусмотрены новые КБК для ставки налога на доходы физических лиц, дохода, превышающий 5 миллионов рублей. Поэтому на отдельное КБК необходимо будет перечислять налог на доходы физических лиц, превышающую физического лица налогоплательщика 650 тысяч рублей. Напомню, что является объектом и базой для налога на доходы физических лиц. Если мы смотрим 210 статью Налогового кодекса, то, соответственно, при определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, как денежные, так и в натуральной форме. А вот объектом для резидентов являются доходы как от источников Российской Федерации, так и от источников за пределами Российской Федерации. А для нерезидентов только от источников в Российской Федерации. И в 208 статье Налогового кодекса у нас, соответственно, прописано, что является доходом от источников Российской, что от источников за пределами Российской Федерации. Дело в том, что вот этот доход для нерезидента от источников Российской Федерации сейчас очень популярен, потому что многие перешли на удаленную работу и могут оказаться нерезидентами. И, соответственно, им будут выплачивать, и у них могут оказаться доходы не от источников Российской Федерации. Обратимся к 208 статье Налогового кодекса, в частности, к пункту 3. Что является доходом, полученным от источников за пределами Российской Федерации? Это вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за пределами Российской Федерации. Вот если физическое лицо выполняет эти услуги за пределами территории Российской Федерации, и оно не является резидентом, то объекта для удержания налога на доходы физических лиц нет. Ну, приведу на конкретном примере. Например, вы заключили договор гражданского правового характера на выполнение работ, например, на перевод текстов с россиянином, который выполняет свои работы на территории иностранного государства. И он является уже не резидентом, то есть не находится на территории Российской Федерации более 183 дней. Соответственно, объекта для удержания налога на доходы физических лиц нет. Чиновники разъясняют больше Минфина на работниках, которые работают дистанционно и выполняют свои трудовые обязанности за пределами территории Российской Федерации и выпадают из статуса резидента. К их вознаграждению, соответственно, не применяется НДФЛ, так как нет объекта. Они не резиденты, выполняют работу за пределами территории Российской Федерации. Но хочется сказать, что Минздрав соцразвития и Роструд против таких трудовых договоров, где работа выполняется за пределами территории Российской Федерации. Они считают, что в этом случае не соблюдается охрана труда, то есть работодатель, у него нет возможности, соответственно, соблюсти охрану труда у данного, соответственно, работника. И советуют в этом случае все-таки заключать договора гражданского, правового характера. Но это уже мнение чиновников Роструда, соответственно, и Минздрав соцразвития. Что у нас нового с 2020 года появилось в Налоговом кодексе? В Федеральную закону 209 РЗ внесены такие хорошие дополнения. Когда списывается безнадежный долг у налогоплательщика, то этот долг не облагается налогом на доходы физических лиц. Но в этом случае должны соблюдаться следующие, скажем так, условия. Физическое лицо не должно признаваться взаимозависимым лицом с кредитором и не должно являться его работником. А также этот доход не должен являться материальным помощью или встречным исполнением обязательств. Ну, то есть хочется сказать, если, например, вы простили долг заем не своему работнику и у вас нет взаимозависимости, то объекта для удержания налога на доходы физических лиц нет. Если же вы простили долг своему работнику, то, соответственно, будет налог на доходы физических лиц. Возникает налог на доходы физических лиц. Компенсации расходов дистанционному работнику. Компенсации расходов дистанционного работнику. То есть нет экономической выгоды у работника и, соответственно, не нужно на данные суммы компенсации начислять страховые взносы. Ой, извините, не нужно удерживать данный сумм налог на доходы физических лиц, и эта выплата также не облагается, соответственно, страховыми взносами. То есть пенсион Минфина, посвященное этому, говорит и о страховых взносах, и, соответственно, о налоге на доходы физических лиц. Ну, главное, чтобы вот эти компенсационные, скажем так, компенсации были разумными, скажем так, ну, в пределах, соответственно, амортизационных отчислений, если мы будем говорить, использования оборудования, да. Ну, за интернет, наверное, полностью месячный интернет тоже можно будет оплатить, соответственно, работнику, который выполняет работу дистанционно. В 2020 году также, соответственно, скажем так, расширили даже перечень социального вычета, то есть по поводу лекарственных препаратов. Если раньше лекарственные препараты можно было заявить в виде лекарств, то есть социального вычета только по определенному перечну, то теперь такого перечня нет. То есть любые, соответственно, лекарственные препараты можно заявить в виде социального вычета, те, которые назначены лечащим врачом. Но обратите внимание, у нас лечащие врачи не любят почему-то выписывать рецепты, причем я не знаю по какой-либо причине, по какой-то причине, то есть делают схему лечения, да, вот любят они такие маленькие листочки из типа ежедневника, да. Так вот, если хотите, чтобы заявить социальный вычет на данные лекарства, просите, чтобы вам, соответственно, врачи, которые выписывают схему лечения, соответственно, выписывали официальный рецепт. Причем два рецепта. Один для налоговой инспекции, второй, соответственно, для фармацевтической организации, которая продавать вам будет эти лекарственные средства. Ну вот, насколько я знаю, у нас, как правило, выписываются рецепты только если без рецепта не отпускаются, соответственно, в фармацевтических организациях. Но вы имеете право на любые лекарственные средства попросить у, соответственно, врача, назначающих, соответственно, официальный рецепт. Даже если они из аптеки, соответственно, отпускаются без рецепта. Вам этот рецепт необходим, чтобы заявить социальный вычет. С 2021 года включены новые перечни медицинских услуг, причем дорогостоящих услуг, которые можно заявить тоже в виде социального вычета. Это с 2021 года. Добавлена медицинская эвакуация, палиативная помощь, также ортопедическим лечением населения с врожденным приобретением дефектов зубов, услугами, оказываемыми в рамках палиативной медицинской помощи, а также расширяющим перечнем дорогостоящих услуг по репруктуологии. То есть, то есть, эти все затраты налогоплательщика, соответственно, он имеет право заявить в виде социального вычета, начиная с 1 января 2021 года. Компенсация расходов на тестирование COVID-19. Ну вот мы с вами говорили про лабораторные исследования, что если компенсируют, соответственно, работодатели, то нужно начислить страховые взносы. А что касается налога на доходы физических лиц, чиновники разъясняют, то здесь нет никакой экономической выгоды, соответственно, у налогоплательщика, поэтому со стоимостью лабораторных исследований, которые компенсируют работодатель работнику, соответственно, удерживать налог на доходы физических лиц не нужно. Это вот не единственное письмо, вот еще и более позднее письмо о том, что говорится, что у работников не возникает дохода в целях налога на доходы физических лиц. То есть не нужно включать базу для удержания НДФЛ и не нужно удерживать налог на доходы физических лиц. Новое, что еще у нас появилось с 2021 года, и очень важно, и оно прям вот налогоплательщиков взбудоражило о том, что вклады в кредитных учреждениях будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Статья 214.2 Налогового кодекса. Особенности определения налоговой базы получения доходов в виде процентов, получаемых по вкладам остатков на счетах. Давайте разберемся более подробно. Во-первых, хочется сказать, что облагаться будут проценты, причем проценты будут облагаться с вкладов, то есть за минусом необлагаемые выплаты процентов в размере ключевой ставки Центробанка с 1 миллиона рублей. То есть будет с разницей облагаться, а вот вклад в виде 1 миллиона рублей, соответственно, который применяется будет ключевая ставка Центробанка, будет освобождаться от налога на доходы физических лиц. Ну и чиновники в своем информационном письме разъяснили, ну каким образом это будет происходить. Ну скажем так, у нас вот в настоящий момент ключевая ставка Центробанка составляет 4,25%. Если мы применим к миллиону рублей 4,25%, то необлагаемая сумма процентов у нас составляет 42,500 рублей. То есть все вклады, которые под проценты открыты, будут суммироваться, вернее не суммироваться, проценты с этих вкладов будут суммироваться и будет отниматься необлагаемая сумма 42,500 рублей. Ну если, соответственно, ключевая ставка Центробанка на 1 января 2021 года останется в размере 4,25%, то есть все-таки есть некая необлагаемая сумма, соответственно, вклада. А какие вклады не будут облагаться совсем налогом на доходы физических лиц? Ну, во-первых, процентные вклады в валюте Российской Федерации, в банках, находящихся на территории Российской Федерации, процентная ставка которых не превышает 1% годовых. То есть они вообще не будут облагаться. Причем размер вклада не имеет никакого значения. Главное, что процентная ставка не превышает 1% годовых. А также не будут облагаться налогом на доходы физических лиц по счетам экскроу. Это когда инвестиционное строительство, налогоплательщики, то есть физические лица вкладываются, и эти деньги лежат на счетах экскроу. Поэтому получается, что, конечно, чиновники позаботились, то есть для тех, кто инвестирует в строительство, а также позаботились, ну, как правило, о зарплатных вкладах. Ну, сейчас в основном, соответственно, заработную плату перечисляют на карточный счет в банке, ну, и там процентная ставка не превышает 1%. То есть заработная плата, соответственно, процент на то, что она там хранится в банке и физические лица его не снимает, соответственно, облагаться налогом на доходы физических лиц, вот эти проценты, соответственно, не будут. Каким образом будет считаться налог на доходы физических лиц процентов по вкладам? Ну, во-первых, хочется сказать, банки сами считать ничего не будут, кредитные учреждения. Банки будут предоставлять не позднее 1 февраля года следующего за отчетным налоговым периодом в налоговую инспекцию сведения о полученных процентах в отношении каждого, соответственно, налогоплательщика, физического лица, которым банк сделал вклад. Формы и форматы пока еще утверждаются федеральной налоговой службой, то есть их еще нет. Но на самом деле первый раз банки должны будут такие сведения дать не позднее 1 февраля 2022 года, то есть по итогам 2021 года. Ставка налога на доходы физических лиц будет 13 процентов, но если вдруг сумма процентов, скажем так, превысит 5 миллионов рублей, то, соответственно, будет применяться к сумме превышения 15 процентов. После того, когда налоговые инспекции получат сведения от банков, соответственно, они будут аккумулировать все проценты, полученные физическим лицом, соответственно, отнимать сумму необлагаемую, то есть с 1 миллиона рублей, умноженную на эту самую ключевую ставку Центробанка, будет определять сумму налогов в доплате и уведомлять налогоплательщика. Уведомление будет происходить точно так же, как и обычно, то есть по имущественным налогам. То есть вы либо можете обнаружить сумму налогов в доплате, соответственно, в личном кабинете, либо это будет уведомление к вам почтовым отправлением отправлено. Ну и, соответственно, налогоплательщики должны будут уплатить сумму налога точно так же, как и имущественные налоги не позднее 1 декабря. Ну вот первый раз необходимо будет заплатить не позднее 1 декабря 2022 года. Напомню, какие у нас сроки уплаты для остальных доходов в пользу налогоплательщика. То есть срок уплаты налога не позднее следующего дня за днем выплаты дохода. Для пособия по временной нетрудоспособности и отпускных, соответственно, не позднее последнего дня месяца, в котором данные межрасчетные выплаты производились. Если срок уплаты налога совпадает с выходным либо праздничным днем, то, соответственно, переносится на первый рабочий день. Это первая часть налогового кодекса, статья 6.1, то есть это общие, скажем так, правила. Чиновники разъясняют, что если у вас одновременно перечисляется налог на доходы физических лиц с разными сроками уплаты, то есть одновременно выплачиваете в пользу налогоплательщика заработную плату и, например, пособия по временной нетрудоспособности. У них разные сроки уплаты. Для заработной платы это не позднее следующего дня за днем выплаты дохода, для пособия по временной нетрудоспособности срок уплаты последний, не позднее последнего дня месяца, соответственно, в котором пособие выплачивалось. Поэтому в этом случае лучше заполнить разные платежные поручения. Но это не норма налогового кодекса, это, соответственно, разъяснение ФНС. Если вы одним платежным поручением заплатите, никакой ответственности не будет. Это единственное, когда вы предоставите отчетность по форме 6 НДФЛ, у контролирующих органов возникнут вопросы, и они будут у вас запрашивать пояснение. Что касается обособленных подразделений. Напомню, еще начиная с 2020 года, если у организации есть энное количество обособленных подразделений в одном муниципальном образовании, то, соответственно, организация, налоговый агент имеет право выбрать одно обособленное подразделение, куда будет перечислять, соответственно, налог на доходы физических лиц, и, соответственно, сдавать отчетность. Причем о выборе обособленного подразделения, куда он будет перечислять НДФЛ и страховые взносы, нужно уведомить налоговую инспекцию не позднее первого числа, начало налогового периода. И передумать уже нельзя. Так вот, если вы, например, в 2020 году, то есть в 2019 на 2020 год не успели, то необходимо, соответственно, выбрать сейчас и уведомить налоговую инспекцию. Те, которые успели и не хотят ничего менять, то есть уже на 2020 год выбрали, то есть повторно уведомлять налоговую инспекцию на 2021 год не требуется. Это вот информация Федеральной налоговой службы. То есть форма уведомления утверждена приказом ФНС еще вот в декабре 2019 года. Обратите внимание, если кому-то, соответственно, нужно, соответственно, уведомить. Обращаю ваше внимание, что если налоговый агент излишне удержал по какой-либо причине с налогоплательщика налог на доходы физических лиц, то он должен об этом уведомить налогоплательщика в течение 10 дней. Налогоплательщик, соответственно, пишет заявление и налоговый агент возвращает налог на доходы физических лиц за счет совокупного налога других налогоплательщиков. Либо если сам налогоплательщик, например, вспомнил, что у него дети есть и, соответственно, написал заявление на стандартный вычет в конце года, например, сейчас в декабре, а вы уже удержали налог на доходы физических лиц. Соответственно, пишет вам заявление, прошу предоставить стандартный вычет с начала года, значит, должны пересчитать и, соответственно, вернуть налогоплательщику излишне удержанный налог на доходы физических лиц. И еще в 2016 году Минфин пояснил, что если есть налоговый агент, то налоговый орган не возвращает НДФЛ, а если налоговый агент, соответственно, не хочет этого делать, вопрос может быть решен в судебном порядке. Напоминаю, что суды считают, если налог на доходы физических лиц был уплачен авансом, то есть еще не удержанный у нас, соответственно, 229-я статья запрещает уплату налогового физических лиц за счет, соответственно, налоговых агентов. Но если в дальнейшем налог на доходы физических лиц был удержан, соответственно, это не повод для штрафа. Причем чиновники рассматривают это внести в норму в налоговый кодекс. То есть если авансом уплатили за счет собственных средств, но потом все-таки удержали НДФЛ, то это не повод для штрафа и не повод, соответственно, еще раз обязывать налогового агента перечислять налог на доходы физических лиц. Еще с 2019 года у нас введены новые нормы, первую часть налогового кодекса, в частности 123 статью налогового кодекса. Если налоговый агент сам обнаружил ошибку, соответственно, доудержал налог на доходы физических лиц, его заплатил, соответственно, в отчетности отразил все правомерно, то привлечь налогового агента за несвоевременное перечисление налога на доходы физических лиц, соответственно, нельзя. Это норма уже 123 статьи налогового кодекса. Что произошло с 2020 года по поводу документальных проверок и доначисления налога на доходы физических лиц? То есть если до 2020 года при документальной проверке чиновники, соответственно, обнаруживали недоимку по налогу на доходы физических лиц, то налоговый агент фактически страдал только в виде штрафной санкции 20, соответственно, процентов. Начиная с 2020 года по, соответственно, проверкам контролирующих органов вся недоимка будет за счет налогового агента и штраф тоже. И причем суммы НДФЛ не будут учитываться как доход у налогоплательщиков, то есть не будут отражаться в отчетности ни 2 НДФЛ, ни 6 НДФЛ. Налоговые агенты не позднее, соответственно, последнего дня месяца предоставляют налоговую инспекцию, не позднее 1 марта предоставляют в налоговую инспекцию, соответственно, по итогам года расчет суммы налога по форме 6 НДФЛ. Также, соответственно, не позднее 1 марта 2021 года. Форма 6 НДФЛ у нас утверждена приказом Федеральной налоговой службы еще в 2015 году. Не будем сегодня рассматривать, как ее заполнять, все уже ее научились заполнять. Соответственно, помимо 6 НДФЛ по итогам года предоставляется еще и 2 НДФЛ. Тоже не будем рассматривать, как заполнять, потому что хочется сказать, что начиная с 2021 года 6 НДФЛ и 2 НДФЛ, эти две формы объединяются. И уже начиная с первого квартала 2021 года необходимо будет сдавать новую форму по налогу на доходы, новый отчет по налогу на доходы физических лиц. Обратите внимание, что вот сведения о каждом налогоплательщике, о его доходе и о сумме налога необходимо будет включать в расчет только по итогам года. Поэтому по факту для налогового агента ничего не изменилось. То есть ежеквартально он предоставляет 6 НДФЛ без сведения о доходах каждого физического лица, а уже по итогам 2021 года с учетом сведения о доходах, соответственно, у каждом физическом лице. Но хочется сказать, что немножко видоизменили структуру вот этой новой отчетности 6 НДФЛ по новой форме. То есть поменяли первый и второй раздел. То есть в первом разделе теперь будут содержаться данные о доходах, вычетах и налогах. Ну то есть как во всех декларациях, как в расчете по страхованию, с правым взносом. Ну а уже, соответственно, о сроках и суммах перечисления НДФЛ будут данные отражаться во втором разделе. Причем уберутся даты фактического получения дохода, срок уплаты налога. И будем надеяться, что в связи с вот этими изменениями, соответственно, бухгалтерские программы будут корректно заполнять форму 6 НДФЛ. И бухгалтеру не будет нужно вручную править второй раздел. Как правило, правил со второй раздел и запутанец, соответственно, в датах. Ну и тут же, так как, соответственно, ввели прогрессивную, скажем так, ставку налога на доходы физических лиц, доходу превышающую 5 миллионов рублей, ФНС разъяснила, что у нас и раньше разные ставки к одному и тому же налогоподчинщику могли были применяться. Соответственно, с материальной выгодой, например, 35%, 5%, зарплата 13%. Точно так же и здесь будут заполняться просто несколько разделов к превышающей ставке, соответственно, 5 миллионов рублей. На самом деле, вот налог на доходы физических лиц, страховые взносы, очень много делают, ну как бы, страхователи, работодатели ошибок, потому что часто чиновники уточняют и уточняют, делают различные разъяснения. Так вот, когда вы проводите аудит, то есть если воспользуетесь нашими услугами, вы, когда набираете аудит, да, используете себя, можете выделить, чтобы отдельно проверили более подробно, скажем так, зарплатные налоги, потому что на самом деле очень много ошибок возникает при удержании налога на доходы физических лиц, соответственно, при начислении страховых взносов. Также можете включить техническое задание, подробнее проверить заработную плату, то есть порядок ее начислений, то есть порядок определения среднего зарплата. Дело в том, что сейчас действительно контролирующие органы, у нас ведь не только налоговую инспекцию, но также и трудовые инспекции выходят на проверки и, соответственно, применяют ответственность к работодателям за неправильное начисление заработной платы. Обращают внимание очень часто на кадровые документы, на оформление кадровых документов, поэтому в состав аудита вы можете также включить проверку более подробную, соответственно, документы оборотов в кадрах и, соответственно, чтобы уже, соответственно, собственник предприниматель был спокоен, что все кадровые документы правильно, все трудовые договора соответствуют законодательству и все локальные акты тоже соответствуют трудовому законодательству. Поэтому, когда обращаетесь к нам, соответственно, у нас есть как раз-таки специалисты, которые более углубленно проверят любые не только налоговые ваши риски, но, соответственно, и трудовые риски тоже. Ну, соответственно, можете вот навестить камеры на, соответственно, пиар-код и сразу же посмотреть, если вы включите, например, более подробно проверить кадры, зарплату, либо НДФЛ и страховые, соответственно, взносы. Ну и, конечно, тоже всех поздравляю вас с Новым годом, с наступающим Новым годом. И еще раз повторюсь, что, соответственно, мы вам дарим такие прекрасные, соответственно, подарки, причем у вас никакого труда эти подарки получить не нужно, закладывать просто наведите камеру свою на пиар-код и получите такие подарки, как учетная политика, шпаргалка по актуализации. Как правило, у компаний очень много времени затрачивается на актуализацию учетной политики, а там собраны все самые важные моменты. Шпаргалка для руководителя по налоговому контролю. Вот Наталья Натальюк уже вам более подробно про это, соответственно, рассказывала. Ну и если вы просто захотите посмотреть, сколько у вас стоимость аудита, то есть вы за одну минуту мало того, что рассчитаете стоимость аудита в нашей компании, плюс еще и бесплатно получите в подарок видеокурс Ирия Лихникевич ПБУ 1802. То есть вы сможете проверить, правильно ли вы это ПБУ применяли, то есть все ли у вас в порядке. Будьте, это большой курс четырехчасовой с примерами, соответственно, практическими, соответственно, примерами. Ну вот, наверное, я уложилась в свой, соответственно, регламент. Если есть вопросы, то готова, соответственно, на них ответить, если, соответственно, есть. И если есть у меня, соответственно, по этому поводу время. Да, Татьяна, спасибо большое, было очень интересно. Да, вот извиняюсь только за шум произошедшего. Что делать от нас не зависит, к сожалению, да, но просим простить на слушателей, но было замечательно слышно, то есть все нормально, я думаю. Вопросы, есть вопрос, вот один из вопросов, можно ли оформлять аренду, наверное, нужно ли оформлять аренду оргтехники самого работника? Ну, это, видимо, про удаленку речь. Да, ну, смотрите, можно поступить двумя способами, можно в дополнительном соглашении к трудовому договору просто оговорить компенсацию за использование личного имущества, это у нас 188 статья Трудового кодекса, и говорить энную сумму, а можно заключить договор аренды, то есть тут, ну, то есть можно и так, и так поступить. То есть другое дело, что, смотрите, у нас в любом случае, если будет договор аренды, это имущественного характера страховых взносов, ну, то есть не будет, да, но тут возникает вопрос с налогом на доходы физических лиц, то есть у нас по договорам аренды, если выплаты, НДФЛ-то нужно будет удержать. А если это будет компенсация использования личного имущества, то вот я показывала письмо в слайде, там не будет ни НДФЛ, ни страховых взносов, поэтому если будет договор аренды, есть риски о том, что нужно будет заплатить налог на доходы физических лиц сумму аренды платы. Понятно. Все, спасибо большое. Большая просьба, Татьяна, посмотреть еще в чате, я вроде не увидела больше вопросов, но в любом случае, да, чтобы не было неотвеченных. Ну что ж, дорогие наши участники, к сожалению, время подходит к концу нашего вебинара, но это не последняя наша встреча, обязательно будем встречаться еще и еще раз в наступающем году. Как обещала, объявляю итоги нашей викторины, с удовольствием от всей души поздравляем. Первое место Сергей Сатько, Сергей, поздравляем, у вас первое место, то есть три часа консалтинга. Второе место Анна Казакова, да, соответственно, два часа консалтинга. И Наталья Мамонтова, вы заняли третье место, у вас один час консалтинга бесплатного в компании Проверс Аудит. От всей души поздравляем вас. Менеджеры обязательно с вами свяжутся еще раз и объяснят все основные вопросы, если у вас будут и нюансы, как с нами связаться в том числе. Но еще раз от всей души поздравляю всех с наступающими праздниками и не взирая ни на что желаю от всей души мира, мира в душе, благополучия, крепкого здоровья вам и вашим семьям, устойчивости, благонадежности, процветания вашим компаниям. Я, несомненно, что это обязательно будет так. Я надеюсь, что мы были вам очень полезны, рассказали основные нюансы, что связаны с налогообложением и налоговым контролем. Подарили полезные подарки. Пожалуйста, пользуйтесь, от всей души старались быть вам полезными. Еще раз напоминаю, что обязательно все участники сегодняшнего мероприятия получают еще эксклюзивную скидку 15% на абсолютно все виды аудита. Соберите аудит от себя, защитите себя и свою компанию, в том числе и от налоговых рисков. Промокод. Промокод уже вам направляли. Еще раз, я думаю, что коллеги моих в чат сбросят. Нужно узнать промокод, чтобы получить 15%. ЦФО «Правовес-24». Обязательно заявку нужно успеть подать до конца года, до 31 декабря текущего года. Еще раз большое всем спасибо. Всего вам самого доброго. До свидания. До новых встреч. Наталья, коллеги, спасибо большое. Был прекрасный вебинар. Столько отзывов приятных в чате. Друзья, спасибо за активнейшее участие. Было много интереснейших вопросов сегодня. Друзья, обратите внимание, что мы постарались прямо в чате под вашими вопросами опубликовать ответы экспертов. Поэтому попролистайте, пожалуйста, чат. И видеозаписи, презентации и ответы мы также продублируем вам завтра на электронную почту. Пожалуйста, следите за нашими письмами. Если что, можно связаться с нами по контактам, которые указаны также на этой странице. Если вдруг письма не дойдут или вдруг потеряются, мы обязательно со всеми поделимся завтра уже утром. Спасибо большое, огромнейшее спасибо команде Правовеста Аудит. Мы в этом году провели очень много интереснейших и самое главное полезных мероприятий. Эксперты Правовеста Аудит всегда делятся с самой актуальной практикой и действительно той практикой, которую они сами получают на своем собственном опыте. Поэтому, друзья, я рекомендую вам воспользоваться теми подарками, которые наши сегодняшние эксперты вам предоставили. Также завтра в письме все ссылочки полезные продублируем, чтобы они у вас не потерялись. И я надеюсь, что будем встречаться уже в новом году. Будем вместе разбираться в нововведениях, в правилах работы, чтобы у вас все было без ошибок. Спасибо большое, коллеги. Всех с наступающим Новым годом. Желаю отпраздновать, отдохнуть и вернуться к нам, к нашим мероприятиям уже с новыми силами. Мы готовим для вас много интересного в следующем году, поэтому будем рады новым встречам с вами. Всем спасибо. Спасибо, Василия. Всем всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»